Я снова рад приветствовать тебя, дорогой друг канала Час Ремонт, а в этом выпуске мы познакомимся с лучшими моделями зарядных устройств для аккумуляторных батареек. На первое место становится модель под названием Стэнкол Икеа. Выглядит максимально просто, а корпус представляет из себя блок в светлых тонах с торчащей вилкой. Есть 4 посадочных места для батареек. Каналы независимые, можно одновременно заряжать хоть один, хоть сразу 4 аккумулятора. Подходят типоразмеры 2А и 3А. Плюсовой контакт у них будет общий, а минусовой разный, и для мизинчиков есть отдельное углубление. Над слотами размещены световые индикаторы, показывающие рабочее состояние. Светят двумя цветами, белым и красным. Во время зарядки белый будет моргать, а после завершения гореть постоянно. Красный будет моргать, если вставить неработающую батарею или возникнет перегрев. Следить за уровнем зарядки не требуется, устройство само отключится, как только батареи будут полностью заряжены. Если же вдруг возникнет перегрев, то сработает система защиты и зарядка прекратится. Разработчики гордятся тем, что устройство сделано на 50% из переработанного пластика. В общем, простая, удобная и надежная зарядка для батареек двух самых распространенных типов. Обойдется примерно в 1700 рублей. Если ты найдешь модель себе по душе, то сразу же беги в описании, там есть все необходимые ссылки с ценами и подробной информацией. Плюс промокод, который поможет немножко сэкономить. На второе место попадает зарядное устройство от марки GP. Сразу отмечу, что это не просто зарядка, а комплект, включающий в себя дополнительно 4 батарейки типа размера 2А на 2700 мАч. Кстати, для полноценной и эффективной работы устройства рекомендуется заряжать только никель-металлогидридные элементы. Внешнюю же модель представляет из себя такой же простой корпус, как и у предыдущей, разве что немного более строгой формы и угловатый. Подойдут сюда типоразмеры батареек 2А и 3А. Для мелких мизинчиков в слотах реализовано дополнительное углубление с собственным минусовым контактом. А плюс общий для всех. Заряжать можно одновременно 4 батарейки, но каналов для зарядки здесь 2, соответственно и индикация состояния процессов отображается на 2 разных канала. Автоматическое отключение при наборе полной емкости избавит от необходимости следить за зарядкой, а также поможет избежать перегрева. Простое и понятное в обращении устройство. Обойдется примерно в 1500 рублей за весь комплект. Не забудь подписаться на канал «Час ремонта», свежие выпуски с подборками новинок и актуальных предложений товаров для дома, дачи и сада выходят здесь регулярно. А еще поддержи меня своим лайком и комментарием. На третье место остановится модель от марки Liito Color. И это крайне интересное устройство, имеющее несколько уникальных особенностей. В первую очередь мы видим отличие от двух предыдущих моделей в конструкции. Здесь имеется небольшой, но информативный экранчик, который будет выводить инфу о состоянии зарядки и заряжаемых батареях. Прямо под ним есть несколько кнопочек для управления режимами. Слотов здесь представлено 4, а два крайних имеют общую ширину, нежели средние. И сюда можно впихнуть батарейки потолще. Длина же регулируется за счет подпружиненного контакта. Таким образом, устройство весьма всеядное и может работать с целым зоопарком аккумуляторов разного вида и форм. Помимо никель-металлогидридных можно вставлять и литий-ионные. Кроме того, зарядку можно использовать в качестве пауэрбанка, чтобы зарядить, например, смартфон. Для этого нужно вставить в четвертый слот полный аккумулятор, подключить кабель USB Type-A к выходу из зарядного устройства, а второй конец вставить в смартфон. Кстати, само зарядное устройство запитывается через USB Type-C, так что использоваться может практически где угодно, даже в автомобиле. Главное, чтобы параметры входных силы тока и напряжения соответствовали указанным в инструкции. А еще здесь есть малозаметная, но важная функция активации батареек, посаженных в ноль. В общем, получилась вот такая многофункциональная зарядка, стоит около 1400 рублей. На четвертое место становится зарядное устройство от марки Phoenix. Довольно специфическая модель, которая работает с аккумуляторами типа размера 18650, 21700, 26650 с литий-ионным составом. Длина регулируется при помощи подпружиненного второго контакта. Корпус максимально компактный и вмещает в себя всего одну батарейку. Но при этом, как и предыдущая, модель может быть задействована в качестве пауэрбанка. Умные алгоритмы поддерживаются, будут защищать батарейку от перегрева и перезаряда. Само устройство работает через разъем USB Type-C, а энергию другим может раздавать через USB Type-A. Есть простенький светодиодный индикатор. Стоит около 1400 рублей. На пятом месте оказалась модель Robiton Master Charger Pro. Это снова зарядное устройство на 4 посадочных места с небольшим дисплеем, разделенным для каждого слота. Работать может с большим перечнем самых разнообразных типов батареек. Соответствующая длина подбирается за счет подпружиненного второго контакта. Доступно три разных режима, непосредственно зарядка, тестирование батареи с полным разрядом, а также режим Powerbank. Для последнего есть выходной разъем в виде классического USB Type-A, а в качестве источника питания нужно будет вставить заряженный аккумулятор в слот. Сама зарядка запитывается от идущего в комплекте сетевого адаптера. Дополнительно тебе выдадут адаптер для прикуривателя. Помимо никель-кадмиевых и никель-металлогидридных батарей, умеет работать и с литий-ионными. В общем, это тоже многофункциональная штука, обойдется примерно в 3000. На шестое место становится Nightcore UM4. Это тоже зарядное устройство с четырьмя слотами. Дизайн оформлен в более современном стиле, над слотами установлен информативный дисплей. Он в зависимости от состава аккумуляторов может показывать достаточно подробную информацию об их характеристиках. Модель совместима с большим количеством самых разных видов батареек. Длина, опять же, регулируется при помощи подпружиненного второго контакта. Есть режим быстрой зарядки. Также умеет восстанавливать батареи с защитной схемой. Можно задействовать зарядное устройство в качестве пауэрбанка, где источником питания снова будет выступать заряженный аккумулятор, установленный в слот. Различные защитные механизмы и умные алгоритмы автоматически выберут оптимальную программу для подачи питания, а также будут следить за здоровьем батареи во время процесса зарядки. Обойдется примерно в 2600. Ну и напоследок очень простое устройство Palo PL NC01. Сюда подходят батарейки типа размера 2А и 3А. Всего выделено 4 слота с отдельными каналами, поэтому аккумуляторы могут заряжаться независимо друг от друга. Плюс для всех батареек одинаковый, а для мизинчиковых отдельный, вместе со специальным углублением в корпусе. На передней панели есть очень простенький дисплей, на который выводится уровень заряда. Стоит эта модель около 1000 рублей. Если во время просмотра ты нашел интересное для себя зарядное устройство, то загляни в описание, там я накидал все необходимые ссылки и оставил промокод. Подпишись на канал Час Ремонта и поддержи меня своим лайком и комментарием. А сейчас пока, приходи на следующий выпуск.